И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. И вот посмотрите, здесь Иисус называет религиозных ханжей таким словом хипократой. В нашем синодальном переводе это слово хипократой переводится как лицемеры. Но на самом деле это вообще не точный перевод. Точно слово хипократой означает лицидеи, актеры. То есть Иисус называет религиозных людей актерами. Актерами, лицидеями, которых он где видел? В греко-римском театре Сапфориса. И в греко-римском театре, можно показать картинку, античный театр, как там играется в этом античном театре. Вот театр, сидят зрители и актеры ходят. И актеров отличало две вещи. Во-первых, у них были маски. Видите, они все одевают определенные маски. Либо маски там трагические, либо маски комические. Все зависит от сюжета. Вот разные маски театра, античного театра, которые одевали актеры. Они ходили за теми масками. И вторая вещь, которая также отличала актеров того времени. У них на ногах были одеты катурны. Видите, на ногах катурны. Катурны – это была такая обувь на высоком каблуке. Катурны использовались актерами в трагедиях. Они как бы зрительно увеличивали рост актера и делали поступь его более величественной. И бывало, каблуки достигали даже, вот видите, вот каблуки, высотой в локоть. То есть вот такие каблучища были, да, чтобы они выглядели, особенно когда они играют каких-то важных персон, каких-то вот так выглядели высоко, величественно, да. Иногда даже бывало, что катурны надевали не только актеры, но и обычные люди. И интересно, что когда обычный человек одевал катурны, то это как бы считалось, что он несколько возвышается над другими, как-то несколько свысока на них посматривает. Вот, вот что означали катурны. И вот представьте себе, что Иисус, да, вот видел уж, кто такие лицедеи, актеры. Вот те, кто с масками одевают маски, да, одевают катурны на ноги и ходят. И кого он сравнивал с этими лицедеями? Религиозников, фарисеев. Говорит, вот они одевают маски. Благочестия, праведности такой, да, святости. А что там? Что под этой маской находится? И на ногах у них вот эти катурны, и они прям такие величественные ходят. Просто боги сами тут сошли к нам на землю, возвышаются, да? А в чем их величие? И он показал вот эти вот черты религиозности. Во-первых, ненатуральность. А во-вторых, самовозвеличивание. Собственное возвеличивание. И заметьте, он сравнивал ни грешников, ни блудниц, ни мытарей, фарисеев он сравнивал с лицедеями. Их, никого-то другого он обличал. И когда мы читаем в Евангелии его речи, то самые гневные слова Иисус адресовал именно фарисеям. Книжникам, фарисеям, те, кто одевают маски. Почему? Потому что это самый, наверное, ужасающий обман, да? Обман, который прикрывает себя одеждами веры. Мнимым величием. Как бы вот Бог возвеличивать на самом деле? Это обычное человеческое тщеславие. Обычный человеческий эгоизм. И когда Иисус, мы читаем в Евангелиях, пришел в храм и переворачивал столы, да? То это, в принципе, был какой же срывание масок. Говорит, смотрите, кто вы. Вы тут служить Богу пришли, да? Жертвы Ему пришли приносить. Да все у вас завязано на мамоне. И для вас ваша вера, для вас ваша религиозность, это просто обычная торговля. А ваше благочестие, ваша святость, да, как Иисус сравнивал, это гробы окрашенные вы. То есть, снаружи вы красивы, этикетка у вас очень зрелищная. Но на самом деле вы актеры, потому что вашего настоящего лица, вашего истинного лица не знают. Вы прячете это, да? Вы все это скрываете. Скрываете. И то, что хорошо в театре, да, было, на представлениях, потому что люди уж понимают, что это не по-настоящему. Что эти актеры, они изображают там каких-то великих героев там, каких-то, может быть, философов. Но это игра, и все понимают, что игра. Когда вот такая игра в жизни, когда люди пытаются этой игрой обманывать других. И Иисус, Он показывал, что важно снимать вот эти маски. Важно снимать маски. Когда приходят вот эти времена и срываются маски. Я думаю, не один я замечаю, что в последнее время оно словно срывает маски со многих. Потому что именно в трудностях, именно в опасностях проявляется кто есть кто. И те, кто одевали в себя маски героев, часто те, кто любили там быть твердым, очень мужественным, так красиво можно вещать со сцены, в жизни могут оказываться обычными трусами, предателями. И видите, проблема в том, что часто, когда человек играет кого-то, какого-то, ну, в театрах же, как правило, играют значимых, великих личностей, то невольно как-то этот образ переносится на самого актера. Иногда бывает даже как-то вот люди начинают черты героя переносить на актера, который в этого героя играет. У меня было, помню, такое большое разочарование, я не буду говорить, какой актер, ну, актер очень, который меня так восхищал в детстве. Он такой был герой, такой был красавчик, так там сражался, там дрался на шпагах и прочее там делал. Ну, просто такой был молодец. У нас все ребята во дворе хотели как-то хоть походить на него. Потом почитал уже в более зрелом возрасте интервью этого актера и увидел просто недалекого, глупого человека. Хотя изначально казалось, что, о, как же, это ж такой герой, такой смельчак, такой отважный человек. В жизни оказалось, что это просто лизаблюд и очень нечестный человек. Почему? Просто маска была. Этот человек одевал маску, одевал маску. И когда в жизни люди одевают маски, мы порой путаем и покупаемся на маске. И вот это время всрывает, да, вот пандемия сорвала маски со многих величайших целителей, да. События всех последних времен сорвали маски со многих знаменитейших пророков, которые говорили о чем угодно, только не о тех важнейших вещах, которые происходят сегодня. И порой люди, они верующие, обескуражены. Как так? Ой, кому же сейчас верить? Кому же, ой, как же так? Дорогие, когда срываются маски, это всегда хорошо. Это хорошо. Одно из благословений этого сложного нынешнего времени, да, что часто вещи, они открываются, и мы видим. Это всегда было так, просто это было скрыто от нас масками. Это всегда было низко, просто из-за катурнов этих мы не видели, эти были каблучищи, и нам казалось, что в этом есть какая-то высота. А потом это было разоблачено, и мы видим, что высота-то была деланная. Это касается всех сфер жизни нашей. Вот почему Иисус постоянно говорил людям, по плодам их узнаете их, суди по плодам, смотри по результатам. Я на молодежке, когда мы встречаемся с молодыми людьми, там говорим, там частые вопросы подготовка брака, там как выбрать спутника жизни. Я часто повторяю одну и ту же фразу, говорю, дорогие, дорогие сестры, обратите, запомните на всю жизнь, «Мужчина говорит не словами, мужчина говорит делами». Это большая проблема, когда ты доверяешь, кто-то присел тебе на уши, и ты слушаешь, слушаешь. Это касается всех сфер. Мужчина говорит своими делами, правитель говорит делами, люди говорят делами, священнослужители говорят своими делами. Можно легко купиться на красочную речь, а это всего лишь просто харизма, это всего лишь маска. Ты смотри, что человек делает, что делает этот служитель, что делает этот правитель, что делает этот мужчина. Это так важно.